Сегодня мне хотелось бы вернуться к главе, которую мы прошли уже раньше, поскольку есть в ней один аспект, который нами не был освещен на предыдущих уроках, и ему, на мой взгляд, следует посвятить отдельный урок, потому что тема эта достаточно важна и нужна. Так, в начале 26 главы Берейшит сказано так, «И был голод на земле, кроме первого голода, который был в дни Авраама. И пошел Ицхак к Вимелиху царю Приштим в Грау». Это мы уже объясняли. Ицхак действует точно так же, как действовал бы в этой ситуации, как и действовал, на самом деле, в этой ситуации. Отец Авраам, он отправляется в Египет в результате голода, только поскольку путь его в Египет лежит, наиболее короткий путь, лежит через южную прибрежную долину, через места, которые населены были тогдашними палестинцами, филистимлянами в русском синодальном переводе, или Клештим. И вот он проходит через Граар, место, в котором был и Авраам Дотов. «Явил себя ему Господь и сказал, не спускайся в Египет, живи в этой земле, о которой я скажу тебе, живи в этой земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе и твоему потомству я дам все эти земли». Аврааму было разрешено отправиться в Египет, Ицхаку это, не разрешено, он должен оставаться здесь, в святой земле. Вопрос, а каким образом он обеспечит себе, ведь голод, нужно же что-то есть. На этот счет Всевышний его заверяет, я буду с тобой, благословлю тебя, с вопроса с продовольствием не будет. «И я сдержу клятву, о которой я клялся твоему отцу Аврааму, и умножу твое потомство, как звезды небесные, и дам твоему потомству все эти земли, и благословляться будут твоим потомством все племена земли». Здесь много-много-много обещаний, обещаний благословений, то, что сумеет Ицхак выжить, несмотря на голод, который в стране, и то, что он получит эти земли, и то, что будет брать. Все это за что? За то, что слушал. И дальше идет здесь в оригинале фраза, которая достаточно трудна и для перевода, и для понимания. «Все это за то, что заслуга того, что Авраам слушал за моего голоса». Ну, слушал за моего голоса, здесь все вроде бы понятно. Всевышний что-то от него требовал, то Авраам это исполнял. А дальше написано «Вишмор Мишморти», то есть он соблюдал мои предостережения. Здесь начинаются сложности, все переводчики с большим трудом переводят этот стих по одной простой причине, здесь много-много, одно за другим, есть несколько слов, которые, на первый взгляд, синонимы, почти говорят одно и то же. Все это сводится к тому, что Авраам соблюдал законы, говорите, «Вишморти» за то, что Авраам соблюдал мои законы. Но сказано здесь в нескольких, упомянуто здесь несколько слов. «Мишморти», «Мишморти» от слова «Мишмеры», то есть то, что нужно соблюдать, то, что нужно охранять. «Митсвотай», принято приводить это слово как «Мои заповеди», «Хукотай», «Мои законы». Ну, а чем отличаются мои законы от моих заповедей? Заповеди законы, законы заповедей. Тавтология. А потом еще «Ве торотай», «Тора учения» и «Мои учения». Ну, что такое «Мои учения»? Заповеди законы. Раши стараются навести здесь порядок. Чем отличаются законы, заповеди, учения и еще и «Мишморти»? Говорит Раши так. Будем начнем с более простых вещей. Чем отличаются «Митсвотай» от «Хукотай»? «Мои заповеди от моих законов». Говорит Раши так. «Мои заповеди – это такие заповеди, что не будь они изложены в торе, то их надлежало бы рассматривать в качестве предписаний». То есть это те вещи, те требования, которые есть в торе. Но если бы они не были даны, то от нас бы все равно требовалось бы исполнять их, потому что разум человеческий предписывает соблюдение этих минимальных-минимальных норм. Как, например, запрет грабежа и кровоправлития. То есть даже если бы в торе не было этого запрета, все равно от нас бы требовалось воздерживаться и от того, чтобы протянуть руку к чужому имуществу, грабеж имеется в виду, именно вооруженный грабеж и так далее, имеется в виду попросту любое присвоение себе имущества, незаконное присвоение себе имущества другого человека и кровопролитие. А вот уже мои законы – это наоборот. Это те предписания, против которых и яйцерара, то есть наше дурное побуждение, да и народы мира выдвигают свои возражения, то есть те вещи, которые совершенно непонятны человеку, почему это нужно соблюдать. Например, запрет есть свиное мясо. Чем мясо свиньи хуже, чем мясо других кошерных животных, чем свиное мясо хуже, чем говядин или чем индюшатин. Или еще один запрет, к примеру, Раши приводит – запрет носить одежду из смеси, из ткани, в которой есть смесь шерсти и льна. Чем это плохо? Кому от этого плохо? Смысл этих заповедей неизвестен, но таков указ царя и его законы, которые он дал своим рабам. То есть разница между этими двумя группами заповедей – вот в чем. В одной группе заповедей там ясно видна не только, там ясно очевидна не только воля Всевышнего, то, что он повелел не брать чужого или не проливать кровь. Плюс к этому видна еще и мудрость. То есть любой человек… То есть мудрость не имеет вопрос, есть в этом мудрость или нет мудрости. Имеется в виду, что она видна. То есть даже с моими куриными мозгами вполне понятно, что поднимать руку на другого человека, проливать кровь или отбирать у него его имущество – это неправильно, от этого нужно воздержаться. То есть я здесь вижу мудрость Всевышнего, а есть заповеди, в которых я мудрости этой не вижу. И все, что здесь остается – это только воля Всевышнего. Он сказал – не носить одежду. Из шерсти можно носить одежду? Можно. А из льна? Можно. А вместе? Нельзя. Молоко можно есть? Можно. Мясо можно есть? Можно. А вместе – никак, не моги. Говядину можно есть, а звенину нельзя. Вижу я здесь какой-нибудь смысл, не вижу. Что остается? Остается только одно – воля Всевышнего. Он создал этот мир, повелел нам это заблюдать. Вот это то, что называется обычно хукин. Это хукотай. Законы царя, которые он дал своим рабатим. Что ж такое тогда торотай, мои учения? Чем это отличается от заповедей и законов? Говорит Раши, что здесь входят два дополнительных момента. Почему учение, а вроде бы нужно было бы сказать в единственном числе – мое учение? Говорит Раши, мое учение – это имеет целью привнести сюда на ряду с письменной торой, включить еще и устное учение, которое получено Муше на горе Синай. То есть, как говорят наши мудрецы в многих местах, у нас действительно есть два учения. Учение устное и учение письменное, которые дополняют друг друга. Вместе они составляют одну большую тору, но различаются. Одна часть записана и передана нам в качестве текста, вторая часть передана в качестве устного предания. Поэтому это вот так. А что является содержанием? Те самые законы и заповеди, о которых мы говорили. Остается нам еще первое слово, которое здесь упомянуто – «Ваишмор мишмарти», то есть он соблюдал мои ограничения, предупреждения. Стараемся более литературно это назвать. Что имеется здесь в виду? Т.е. он соблюдал то, что нужно охранять. Витраши – это постановления, установления, которые имеют свою цель предотвратить нарушение запретительных заповедей Торы. Иными словами, это то, о чем говорили мудрецы, говоря, что необходимо сооружать ограду вокруг закона. Т.е. если закон запрещает нечто, то то, что к нему примыкает, к этому нечто, если есть какие-то вещи, которые к нему примыкают, но они не запрещены законом, и по ошибке, либо по незнанию, либо по неверной аналогии человек может не различить разницу. И на основе того, что ему разрешено разрешить себе и то, что на самом деле запрещено, вот тут повелено нам восстанавливать ограду вокруг закона. Ну и довольно избитый пример, который здесь всегда приводится, по поводу сапера, которому необходимо установить ограждение вокруг минного поля. Понятно, что он не будет устанавливать эти ограждения именно там, где расположена самая последняя мина, а всегда вынесет это где-то на метр-два вперед так, чтобы, если человек и не заметит заграждение, и ступит там, где не нужно, чтобы это не был его последний шаг, чтобы он ступил еще на нейтральную территорию. Так же и здесь. Пример таких постановлений, вещи известные, Раши приводят здесь, как, например, вторичный запрет кровосмешения, то есть есть кровосмешение имеется в виду браки с близкими родственниками, есть близкие родственники, браки с которыми Тора запретила, а есть такие, с которыми Тора не запретила. Мудрецы в дальнейшем постановили в качестве ограды вокруг закона запретить и эти браки. Или есть очень много постановлений, пожалуй, область, в которой больше всего таких постановлений – это законы субботы, в которых многие вещи, скажем, есть в субботу запрет выжимать сок из фруктов. Из каких именно? С точки зрения законов Тора всего два запрещены. А именно это виноград, из которого выжимается виноградный сок, делается вино, и маслины, из которых делается масло. Это все, что запретила Тора. А сделать, например, сок из яблок Тора не запретила. А сок из груш Тора не запретила. Поскольку грань здесь не очень ясна, и многим людям может быть непонятно, мудрецы, исполняя здесь вот это требование Торы устанавливать ограду вокруг закона, запретили выжимать сок также и из яблок, и из груш, и из всех тому подобных фруктов, из которых принято выжимать соки. Стало быть, Авраам исполнял и эти постановления тоже. Постановления, которые служат оградой для закона и предотвращают нарушение запретов. Ну и вот здесь, естественно, возникает вопрос. Вопрос первый. Как это Авраам исполнял законы Торы, когда Тора еще не была дана? Тора будет дана только его потомкам, только после того, как семья Авраама попадет в Египет, выйдет из Египта, и после исхода из Египта на горе Синай будет получена Тора еще до этого сотни лет. Мало этого, выясняется, что Авраам соблюдал не только законы Тора, он соблюдал еще и постановления мудрецов, которые будут приняты еще через не только сотни лет, а может быть даже и через тысячу лет. Не сразу все постановления были приняты. Было время, когда люди обходились без постановлений, можно было... Мудрецы видели, что можно было обойтись без этого, и многие постановления были приняты в куда более поздние эпохи. Этот вопрос еще не страшен, потому что у него всегда есть стандартный ответ, который можно ответить. Ведь Авраам обладал пророческим духом. Будучи пророком, Авраам... А кто такой пророк? Пророк – это человек, который имеет близкую связь с Творцом мира, и результатом этой связи нам обычно известно, и даже людям, начинающим известно, способность пророка предвидеть будущее. Но если это уже возможно, то, безусловно, способен пророк знать, и то, что в будущем будут запрещены Торы целый ряд запретов, или что-то будет, что-то Тора повелит. И отсюда он мог знать, что будет в дальнейшем. Да и не только Авраам, мы видим, что уже куда более древние наши предки, как Ноах, он уже тоже имел определенные познания в Торе. То есть, в общем, это не такой уже сложный, не такой уже тяжелый вопрос. Как-то можно понять, что пророк обладает знанием того, что будет запрещено или что будет повелено. Ну хорошо, знать то он знает, а зачем соблюдать, если тебе не поверено? Ну, наверное, поскольку в этом видели наши праотцы смысл. Это вопросы, как я уже сказал, они не сложные. Сложные вопросы – это те, которые задает Рамбан, и вслед за ним очень многие комментарии. И если мы видим, что Авраам соблюдал все законы Торы, и даже постановления мудрецов, вплоть до самых-самых-самых последних постановлений, то как же может быть, что его близкие потомки, что его внуки уже их нарушают? Ведь мы видим в тексте Торы, что наши праотцы, такие как Яков или Муше, позволяют себе нарушать законы, которые в дальнейшем будут даны в Торе, позволяют делать себе вещи, которые будут запрещены в Торе самым-самым строгим образом. Самый известный пример, бросающийся в глаза, это Яков, внук Авраама, который женится на двух сёстрах. Правда, поначалу у него вроде бы был план совсем не такой, он планировал жениться на Рахеле, но уж так получилось, что его тесть Лаван обманул его и заставил его жениться на Лее, а потом уже он женился на Рахеле, но так или иначе Лаван был нехороший человек, и он обманул, и всё это понятно. Но результат был, что он женился на двух сёстрах, а это вещь, которую в дальнейшем Тора запрещает самым строгим образом один из наиболее строгих запретов к размышлению, который только есть. Как же может быть? На первый взгляд вопрос не такой уж и сложный. Авраам соблюдал, а Яков не соблюдал, ну что такого? Всё, что сказано, сказано, мы не видим, что сказано в Раше, что наши прадцы соблюдали. Авраам соблюдал, и Всевышний подчёркивает, что это его заслуга, и за эту заслугу того, что он слушался голоса Всевышнего и соблюдал все его заповеди, за это ему будут даны все те благословения. А сыновья, внуки, кто сказал, что они соблюдали? Может, они его не соблюдали. Не получается, потому что сказано в Торе ещё в главе в Айра, когда Всевышний объясняет, почему он избирает именно Авраама, почему от Авраама должен произойти народ Израиля, избранный народ. Он говорит так. Авраам станет великим и могучим народом, и благословляться им будут все племена земли. Почему? Ибо я знаю его, то есть я его приблизил, знаю его, потому что он заповедует своим сыновьям и своему дому после себя делать праведное и справедливое, чтобы совершил Господь для Авраама то, что он изрёк о нем. Именно эта причина. Почему Авраам и не другие люди мог? Могли быть и другие люди. Потому что у Авраама его главное, его преимущество перед всеми теми, кто был перед ним, и может быть те люди, у которых он сам учился, это то, что он сумеет воспитать своих сыновей, то, что он заповедует, не просто заповедует, а и позаботится о том, чтобы его сыновья соблюдали дыры ха-шем, как это сказано в оригинале, вешамру дыры ха-шем, то есть чтобы соблюдали они путь Божий и творить справедливость и милосердие. Соблюдать путь Божий – это и есть, и слушаться голоса Всевышнего. Значит, если какие-то вещи были понятны Аврааму. Первое – то, что в дальнейшем Тора запретит или повелит. И Авраам считал почему-то нужным, важным, а может быть даже необходимым соблюдать эти законы и исполнять эти заповеди. И при всём при том Тора говорит, что он заповедует своим сыновьям соблюдать путь Господень. Значит, понятно, что он завещал им соблюдать те самые заповеди, которые он для себя открыл. Пусть они ещё не были даны. Пусть он их соблюдал добровольно. Да, абсолютно добровольно. Он не обязан был соблюдать. Он был обязан соблюдать только 7 заповедей сынов Нуаха и то, что ему Всевышний отдельно дал заповедь Бризане. Всё остальное он соблюдал добровольно. Это то самое, что он, скорее всего, передал своим сыновьям и своим внукам. Как же может быть так, что мы уже видим, что всего через два поколения Яков нарушает такой строгий запрет? Да и не только Яков. И Муаше в дальнейшем женится на своей тётке, что тоже будет запрещено Торой. И нашей прадцы, и Муше в том числе, он делает жертвенник в виде цельного единого камня. То, что Тора в дальнейшем тоже запретит. Называется Мацеба. Как же это может быть? Вот это вопрос, который задаёт Рамбан. И вслед за ним многие-многие комментаторы пишут об этом вопросе, пишут на эту тему, пытаются найти объяснение. Сам Рамбан отвечает в следующую вещь. То, что привёл Раши, это не просто комментарий Раши, это мнение наших мудрецов, это часть преданий устной Торы. И построено оно на том, что, по крайней мере, это объяснение, которое мы должны дать, пишет Рамбан, что Рамбан в действительности соблюдал все заповеди Торы, зная их, благодаря своему пророческому дару. И он занимался изучением этих заповедей и их глубокого смысла, то есть понимания, каким образом воздействует соблюдение или нарушение заповедей на человека и на окружающий его мир, смысл и предназначение заповедей. Это тоже входило. То есть, прежде всего, Авраам занимался заповедями теоретически, а именно изучая их. В Шамару, там дальше пишет он, более того, он и на практике это исполнял, как добровольно. Но вот это вот соблюдение на практике добровольное, оно было ограничено только в Святой Земле. Только в стране Израиля, в Святой Земле, только там Авраам считал необходимым соблюдать эти законы. А находясь за пределами Святой Земли, там достаточно было только их теоретического изучения и понимания. Но практическое исполнение не считал Авраам необходимым. Поэтому Яков, что касается уже внука Якова, который женился на двух сёстров, это произошло за границей, за границами Святой Земли. Это было в Харане, там, где жил его тесть. Там всё произошло. Более того, мы видим, говорит Рамбан, ведь хотя Яков женился на двух сёстрах, но в дальнейшем одна из них умерла. Рахель умерла. Когда она умерла? Когда Яков вернулся в Святую Землю. Довольно быстро, очень скоро после того, как он возвращается в Святую Землю, Рахель умирает. Более того, посмотрим, какая из них умирает. Не та, на которой он женился, первая. Первая сестра, на ней женился, всё было, и по закону Торы здесь не к чему придраться. А вот вторая, когда он уже женился на родной сестре своей жены, вот это уже, с точки зрения Торы, которая будет дана через много лет, это уже криминал, вот именно эта жена и умирает, когда Авраам, когда Яков возвращается в Святую Землю. Вопрос дополнительный. Хорошо. Значит, Яков считал возможным нарушить эти заповеди, находясь за пределами Святой Земли. И о Моше тоже можно сказать, что когда он женился на своей тётке… Не, Моше, извиняюсь, отец Моше, Амрам, женился на своей тётке, Моше был только сыном этого брака, это тоже произошло в Египте, за пределами страны Израиля. Хорошо. А в чём здесь разница? Ведь Аллаха разделяет между страной Израиля и другими странами только в отношении того, что называется «Митсвот от Льот Баарет», заповеди, которые накладываются на землю. То есть, если у нас есть, например, заповедь седьмого года, что каждый седьмой год нужно приостанавливать земледельческие работы, то вот эта заповедь, она соблюдается только в пределах земли Израиля, а в других странах нет. Трумот у Моцрот – отделение десятин и Трумот от того, что выросло. Имеется в виду то, что выросло в стране Израиля. То, что выросло за границей, пусть это через 10 метров всего, если мы точно знаем, где проходит граница, вот здесь виноград, от него нужно отделять, Трумот у Моцрот, а от винограда, который вырос через 10 метров, может быть, принадлежит тому же самому человеку, но он вырос уже за границей, не нужно. Но что касается заповедей, которые определяются как хуват агуф, то есть, это те заповеди, которые накладываются на человека, на его собственное тело, не на его землю, а на его тело, как, например, в данном случае запрет кровосмешения, так здесь нет разницы, с точки зрения Аллахи, нет разницы между страной Израиля и другими странами. Человеку нельзя жениться на двух сёстрах и нельзя иметь отношения с замужней женщиной, как в стране Израиля, так и за пределами. В Африке она тоже запрещена. Поэтому в чём же здесь идея? Как же понять объяснение Рамбана? Сам Рамбан пишет это в других местах в своём комментарии к Пятикняжью, в Хумаш-Вайкра и в Хумаш-Банидбару несколько раз упоминает это. Страна Израиля – это особое место. Это резиденция Всевышнего на земле. Поэтому основной смысл и основное предназначение, это Абрам знал, поскольку он занимался не только изучением деталей самих заповедей, но и занимался изучением смысла и понимания предназначения этих заповедей, то это он знал, что основное предназначение заповедей, их основное влияние на человека, на мир – это именно в стране Израиля. Здесь, находясь в близости со Всевышним, именно здесь заповеди имеют своё главное предназначение. А что касается соблюдения заповедей за границей, верно, что Аллаха закон обязывает. И нет никакой разницы между нашей обязанностью в тот момент, когда Тора отдана уже. Нет никакой разницы между обязанностью человека соблюдать эти заповеди в стране Израиля и за её пределами. Но причина, по которой Тора обязывает соблюдение этих заповедей, её можно свести к тому, что пишет Рамбан в другом месте, что Тора даёт нам обязанность соблюдать эти заповеди за пределами страны Израиля для того, чтобы эти заповеди не были нам чуждыми. Ведь если человек будет соблюдать эти заповеди, только находясь в стране Израиля, то находясь за её пределами, в Галуте, он абсолютно от них отвыкнет, и тогда возвращаясь в страну Израиля. Когда он возвратится, то эти заповеди будут совершенно новыми, непонятными и неизученными вопросами. Поэтому Тора, это не соображение Рамбана, Рамбан это выводит в самой Торе, что именно такова причина, по которой Тора обязывает соблюдать заповеди, не распространяющиеся на землю, касающиеся самого человека, его тела. Эти заповеди обязаны соблюдать во всех местах, в любом месте земного шара, или может быть даже за его пределами, тоже если человек оказывается за пределами земного шара, но только для того, чтобы быть всегда, для того, чтобы исполнение этих заповедей было для нас привычным, а основное их предназначение именно в стране Израиля. Итак, резюмирую, мнение Рамбана, который поднял этот вопрос, его ответ таков. Нет никакого противоречия между тем, что Аврааму вменяется в заслугу исполнения всех заповедей, всех постановлений мудрецов, ибо Авраам соблюдал эти заповеди в пределах страны Израиля и считал необходимым в соблюдениях именно там. Он соблюдал их добровольно, ибо не был обязан. Поэтому и когда он воспитывает своих детей и внуков, он передает им ту же самую установку, а именно, что заниматься заповедями Торы, что касается теоретического занятия, то есть изучения, то оно в любой точке земного шара. А практическое исполнение этих заповедей, которые не обязаны, и мы их исполняем только добровольно, исполняем их только в стране Израиля. А за пределами нет необходимости. Это Рамбан. Теперь я хотел бы перейти к другому комментатору, а мы орали с Праги. Он не комментирует Тору, он комментирует комментарий Раши, один из главных авторитетов по комментарию Раши. У него есть большая книга под названием «Гуралье». И там он входит в полемику с Рамбаном. Прежде всего, первый аргумент, который он говорит, он вот какой. Что вопрос Рамбана вообще-то, слух говоря, не вопрос. То есть из того, что мы видим, что Авраам соблюдал все заповеди, еще не значит, что все его потомки должны соблюдать все заповеди. Почему? Ибо если бы эти заповеди были обязаны соблюдать, тогда вопросов нет. Как отец обязан, так и сын обязан, так и внук обязан. Если речь идет о принятии на себя обязательства добровольно, что это исполняет, то здесь очень может быть, что все будет зависеть от конкретных людей. То есть не все заповеди будут подходить любому человеку. И снова еще раз повторяю. Что касается заповеди с того момента, как Тора дана, то как бы человек не думал, что какая-то заповедь ему не подходит, и ему лично она совсем-совсем не нужна, или даже не подходит, или даже мешает, чего не можем сделать, обязанности для всех равны и одинаковы. Единственное уточнить, что на самом деле даже после того, как Тора дана, есть все-таки какие-то различия. Например, есть заповеди, которые даны только мужчинам, не даны женщинам. У мужчин есть запрет подстригаться под горшок, то есть состригать себе пиот кончания волос. У женщин такого запрета нет. Не существует. Есть какие-то запреты, которые касаются только коаним, священников. У других людей их нет. Но по крайней мере в том, что касается людей, евреев, мужчин, не коаним и так далее, там все одинаково. Человек придет и скажет, что ему заповедь субботы очень-очень мешает, ибо она ограничивает его. Что можем делать? Заповедь субботы для всех одинаково. Но это когда Тора уже дана, и когда есть обязанность. Когда речь идет о добровольном принятии, то здесь мы видим, что наши прадцы, исключая Авраама, они принимают на себя определенные заповеди, а другие не принимают. Например, про Якова, хотя мы знаем, мы говорили раньше, что он позволил себе кровосмешение, но вместе с тем про Якова мы знаем, что он соблюдал субботу. Суббота – да. Ицхак, как это мы увидим в дальнейших уроках, он строго соблюдал законы шхиты, а именно законы забоя скота, так как это в дальнейшем будет дано в Торе. А про других прадцев это не сказано. Авраам соблюдал все, он начало всего, от него все. Он принял на себя обязательство соблюдать все. А все остальные, очень может быть, что каждый из них выбирал себе только те заповеди, которые каким-то образом подходили его, нельзя сказать, складу характера, это было бы хорошее выражение, но, по крайней мере, его корню его души, его цели в этой жизни, его образу жизни и так далее. Это самый первый аргумент, который выдвигает Рамбан. Выдвигает против Рамбана Маара. Второй. И второй и основной аргумент его вот какой. Есть серьезные различия между заповедями повелительными и между запретами. А именно то, что мы видим, Авраам соблюдал все, а его уже потомки, мы видим, что они позволяют нарушить себе запреты. Это значит, что несмотря на то, что они считали важным и нужным соблюдать повеления, запреты позволяли себе нарушать. В чем разница между повелением и запретом? Введем порядок. Повеление имеется в виду, это тоже называется митсва-тасе, заповедь, сделай что-то. Например, в праздник Суккот сиди в суке. И еще заповедь, тоже в праздник Суккот, взять букет из четырех видов растений. В Песах есть заповедь, есть мацу, есть заповедь читать шна, есть заповедь надевать филин, и так далее, и так далее. Заповедь делай что-то. А есть заповеди ограничивающие, запрещающие. Не надевай одежду, шерсть и льна, не бери чужого добра, не ешь свинины, не женись на двух сестров, и так далее, и так далее. Вот именно здесь мы видим, что определенные запреты наши прадцы позволяли себе нарушать. А в чем разница? Разница она вот какая. Суть заповедей повелительных нужно что-то сделать не только для того, чтобы исполнить волю того, кто повелел. С точки зрения исполнения воли, когда мы смотрим на волю повелевшего, то с этой точки зрения нет разницы между его повелениями и между его запретами. Если я понимаю, если я подчиняюсь ему, то я подчиняюсь, как его требованию что-то сделать, так я подчиняюсь его требованию, что-то не делать. Это очевидно. Но если мы посмотрим с другой стороны, не с точки зрения повелевающего, а с точки зрения внутреннего содержания и смысла заповедей, то здесь скроется разница. заповедь делая означает, что ты сделаешь что-то для того, чтобы что-то создать, что-то сотворить. А именно, это то, что утверждается, что каждая исполняемая заповедь, она создает некоторую новую духовную сущность в душе человека, во всем мире. Она влияет и она строит. Она строит личность человека. Она выстраивает его, что-то в его душе. А когда человек соблюдает какой-то запрет, не нарушает какой-то запрет, он что-то создает, он что-то выстраивает, нет, сидит, ничего не делает, сидит, не делает. Рядом подают свиную отбивную, и он ее не ест. Он ничего не сделал. Ничего нового он не создал. А в чем тогда смысл, в чем предназначение этих заповедей? Когда человек соблюдает какой-то запрет, это значит, что он прежде всего не портит то, что может и было напортить. Если нарушить, то это значит напортить. Разрушить что? Когда заповеди даны как обязанность, то снова нет здесь разницы между тем, что мы обязаны что-то создавать при помощи повелительных заповедей, и что мы обязаны предостерегать себя и стараться не портить, соблюдая запреты. Но что касается добровольного исполнения, то здесь есть разница. И я это приведу, я приведу здесь пример простой наглядности. Положен, два человека отправились к врачу. Два человека в возрасте выше среднего, которые решили позаботиться о своем здоровье. Пришло уже время, и они отправились к врачу. Одному из них врач дал предписание и тому же запрет. Он предписал ему ходить пешком, он предписал ему, кроме этого, по крайней мере, раз в неделю заниматься плаванием, ходить в бассейн, заниматься плаванием и дал ему ряд запретов. Он запретил ему курить и, предположим, запретил ему еще пить кофе. Все радости в жизни. Заходит второй пациент к врачу. Он тоже ему говорит, что желательно ходить пешком, стараться как можно больше. И курить, конечно, должен ни в коем случае. С этим нужно кончать. Выходит он от врача, они встречаются в коридоре, и теперь они обсуждают, что же каждый из них получил от врача. Выясняется, что одному сказали, обоим сказали ходить пешком, но одному из них еще сказали к тому же еще и ходить в бассейн. А что касается запретов, тоже есть разница. Одному запретили курение и кофе, а второму запретили только курение. Что будет, если тот человек, тот пациент, которому дали меньше запретов и меньше повелений, если он будет соблюдать добровольно. Скажем, ему сказали ходить пешком, но от него врач не потребовал ходить в бассейн. А он скажет, а я все равно, а я добровольно буду ходить в бассейн. Правильное поведение? Да. Логичное? Да. Врач не потребовал, не потребовал. Но ведь от того, что человек будет ходить в бассейн, ему здоровья будет прибавляться? Будет. Конечно, будет. Он будет ходить в бассейн, у него будет развиваться дыхание, у него будет развиваться мускулатура, у него исправится него исправится, может быть, но многие вещи исправятся. Вещь полезная, конечно, полезная. Повелели, не повелели. Но поскольку полезная, имеет смысл делать это добровольно. А вот теперь второй вопрос, что касается запретов. Одному запретили пить кофе, а второму не запретили пить кофе. Имеет ли смысл здесь тому, кому не запретили взять на себя добровольно обязательство отказаться от кофе? Необходимо ли это? Нужно ли это? Вовсе не факт. Почему? Да потому что, что касается запретов, почему врач что-то запрещает? Он запрещает то, что человеку вредно, а не все человеки одинаковые. И не у всех одинаковый организм, и не у всех одинаковые проблемы. Что-то может быть очень вредно одному человеку, а второму человеку не вредно. Для одного человека лишний кусочек сахара – это катастрофа, а для другого человека – это без проблем. Пусть ест. Поэтому здесь, если человек начнёт добровольно принимать на себя какие-то запреты и их яростно, ревностно соблюдать, то не исключено, что он делает вещь бессмысленную. Может быть, она не вредна. В некоторых случаях это может быть и вредно. Когда человек начнёт себе что-то запрещать, что ему не нужно запрещать, он может себе и навредить. Но даже если это не так, то оно может быть просто бессмысленно. Зачем? В этом разница между повелениями или запретами. Если то же самое по поводу запретов Торы. Наши праотцы находятся в состоянии, в котором Тора ещё не дана. Значит, законы её их не обязывают, кроме семи законов, которые обязывают всех людей, семь законов сынов Ноаха. Но законы Торы исключительно еврейские, специфические еврейские законы, их ещё не обязывают. Они их знают, знают, каким образом Авраам их раскрыл при помощи своего пророческого дара и преподавал, передал эти знания своим детям, своим Богом. Вопрос, соблюдать или нет? Это уже зависит. Что касается повелений? Конечно, исполнять. Почему? Да потому что все эти вещи, они полезные. Они не полезные, не имеются в виду полезные для здоровья. Имеется в виду, они при помощи них можно влиять на мир, прежде всего на себя, прежде всего на свою душу, прежде всего на свою личность. Человек при помощи соблюдения этих заповедей выстраивает свою личность, выстраивает её правильно в соответствии с творением мира. Всё это, каждое исполнение, каждое исполнение такой заповеди, оно, безусловно, полезно и очень желательно даже тому, кому оно не заповедано, а запреты. А вот это уже не факт. То есть, если Тора ещё не запретила нам чего-то, это значит, что сейчас это на данный момент и не вредит. Когда будет Тора дана и когда будут эти запреты, вот тогда, тогда это будет вредно. Но сейчас, если Тора нам не запретила, значит, не вредно. Что Тора запретила сейчас прадцам, запретила есть мясо, то, что называется Эвер Минахай, мясо неубитого животного. Вредно это, очень вредно, не дай бог, не дай бог нарушить. А что касается кровосмешения, а жениться на двух сёстр, не вредно. Я подчёркиваю, я не имею в виду здесь генетические аспекты и так, наверное, вещи, связанные со здоровьем. Я имею в виду с точки зрения духовной кровосмешения вещь, с точки зрения духовной страшная, катастрофическая. Да. Когда? Когда Тора будет дана. Сейчас, если нашим братцам эти заповеди не были даны, значит, сейчас им это не вредно. Поэтому не было смысла это запретить. Поэтому, говорит, Ромбан, здесь дело не в том, что это за пределами Израиля, не Ромбан, простите, в отличие от Ромбана, говорит Майораль, что дело здесь не в том, что это за пределами Израиля или в стране Израиля, не в этом дело. А дело в том, что если Тора не повелела, если Тора не запретила, простите, то тогда, значит, это и не вредно. В качестве доказательства приводит Майораль. Есть у нас заповеди, например, есть заповеди, которые Тора не повелела женщине. заповеди повелительные, которые связаны со временем. Женщина не обязана сидеть в суке, женщина не обязана брать букет из четырёх видов растений в сукот. Имеет ли ей смысл это делать? Да, конечно, имеет. Добровольно она не обязана, безусловно, не обязана. И если у неё какие-то тяжёлые обстоятельства, она должна ухаживать за детьми, у неё нет времени, нет возможности сидеть в суке, пусть не сидит в суке, но если есть такая возможность, пусть сидит, великолепно, это очень полезно. Это ей очень полезно. Она не обязана, это верно, но добровольно, и поэтому в действительности всегда на протяжении всех поколений еврейские женщины старались выполнять эти заповеди, которые не обязаны делать. Старались и читать шма, старались слушать шуфоров шишана, старались сидеть в суке и так далее. Но если такая женщина правится, скажет, а если так, то я хочу соблюдать её запреты тоже. Вот, например, мужчинам запрещено сострыкать песни, им запрещено стричься под горшок. А я тоже так хочу, я тоже себе буду теперь отращивать себе волосы на висках. Абсолютно не имеет никакого смысла, никакого смысла устражения здесь. Как шутил один из моих учителей, что написано в шулханрухе, что не следует мужчине проходить между двумя женщинами. А если человек будет устражать и скажет, а между двумя мужчинами он тоже не будет проходить? Или между двумя машинами он тоже не будет проходить? Слушай, а женщинами? Тогда между мужчинами? Нет. Почему? Слушай, не вредно. Пройти между двумя женщинами – вредно. Что вредно? Не знаю. Но написано, что вредно. Таким образом это вредно. А между двумя мужчинами? Нет, не вредно проходить. Нет смысла здесь придумывать себе новые запреты, потому что если это не запрещено, значит, не вредно. Вот чем объясняет мораль то, что наши пранцы, всё, что мы видим, то, что они позволяли себе не соблюдать, это именно нарушение запретов. Но что касается заповедей повелительных, то при этом они старались соблюдать. Это второй подход. Хотелось бы вкратце дать ещё третий. Он отличается от того, что говорит мораль. Мы находим его в книге уже куда более позднего автора, который жил в начале 20-го века. Ребьёйсеф Лей Блох. Руководитель Ешивы в Тельц. Тельшай сегодня. И автор книги Шиурей Даат. В принципе, книга – это короткая запись его уроков, которую он говорил в небольшой группе особо близких к нему и продвинутых учеников. Араф Блох поднимает вопрос общий. Как правильно рассматривать заповеди? Можно рассматривать их с двух сторон. Либо как повеление царя, т.е. административные указания запрета и повеления. Либо как предписание врача. Т.е. что в заповедях главное и основное – это воля Всевышнего, который повелел вот так делать, а вот так не делать – это обязан, а вот это нельзя. Либо заповедь Всевышнего по отношению к нам, он как врач, который говорит, я создал этот мир, в нём есть много вещей полезных, есть много вещей вредных. Вот это полезные вещи делаете, я вам их повелеваю делать, ибо они полезны. А вот это вещи вредные, духовно вредные, может быть ещё и физически вредные, всё духовно, вот это я вам запрещаю делать. Что главное в заповедях? Вопросы, в общем, немножко леторические, потому что в заповедях есть, безусловно, оба аспекта. Есть и то, и другое. В общем и целом в заповедях есть и воля Всевышнего, есть и мудрость Всевышнего. То есть, Всевышний по отношению к нам и как царь, который ввелит свои законы, и как врач, который даёт предписание. Но есть случаи, в которых может быть только один аспект заповедей, а не другой. Например, человек, который по ошибке съел запрещённую пищу. Он не бунтовал против царя. Что касается воли Всевышнего, т.е. бунта против воли Всевышнего, который здесь не было, потому что он не знал, он думал, что у него есть кошерное. Вред он себе нанёс, нанёс и ещё как. Потому что те, которые по ошибке есть что-то вредное, то всё равно вред приносится. Это один случай. Может быть другой случай, прямо противоположный, скажем, когда человек хочет съесть что-то некошерное, он думает, что это свиная буженина, а оказывается, что это как раз таки индюшатина. Но он уверен, что это свинина. В данном случае бунт против воли царя есть, а вреда нет. Потому что съел кошерное. Так что могут быть отдельные случаи, но в общем и целом в заповедях присутствует обычно и тот, и в заповедях, и в запретах присутствует и тот, и другой аспект. Но всё-таки между ними есть некоторые различия. Какое? Что касается, скажем, если я по какой-то причине я отправляюсь к врачу. Сам помню, как я как-то отправился к одному врачу, к врачу-гомеопату. И вот он мне предписал каждое утро, встав утром, выпивать стакан тёплой воды с ложкой оливкового масла. Ну и немножко ещё соли туда прибавить. Я это выслушал, заплатил ему за визит, сказал ему большое спасибо и ушёл. Почему? Да потому что верно, что я себя плохо чувствовал, это да. Но принимать настолько противное лекарство, такое противное лечение. Не могу. То есть, я готов мириться с той болью, которая есть, не всегда это логично, не всегда это рационально, скажем. Есть люди, которые готовы мириться с зубной болью, только не для того, чтобы не пойти к зубному врачу, потому что они боятся зубного врача или ещё что-нибудь. Иногда это страхи нерациональные, а иногда это рациональные. Не хочу пить тёплую воду с оливковым маслом. Не хочу противно. Болит у меня, болит. Ничего. То есть, я готов взять на себя те результаты несоблюдения запрета врача. Ну, невозможно так прийти к царю и сказать, знаете, ваше величество, у вас здесь есть вот такой вот закон, я понимаю, что если я его нарушу, меня посадят, но я на это готов. Я готов платить. К царю таким образом приходится. Так вот, что касается заповедей во времена прадцев. Они были не обязаны их соблюдать, говорит Рафблок. Это значит, что повеления царя здесь ещё не было. Не было здесь административного аспекта. Что здесь было? Был здесь вред, касающийся запретов, и здесь была польза, касающаяся повелений. То есть, в отличие от морали, получается, Рафблок понимает, что Тора здесь нам раскрывает, что заповеди, что запреты эти, они отражают вещи, существующие в творении, и вред, вред, происходящий от нарушения этих заповедей, он существовал ещё до того, как заповеди были даны. Это отдельная глубокая тема, но расширять её мы не можем. Получается, что Яков знал, какой вред он нанесёт своей душе, если он женится на двух сёстрах. Да, конечно, он это знал, это было от него не скрыто. Колоссальный вред. Но вместе с тем он понял, что ему необходимо жениться. В тот момент, когда он увидел Рахель, мы знаем, с первого взгляда он тут же просто узнал свою половину. Вот это его половина. И еврейский народ должен быть построен, и от неё тоже, от неё у него должны быть дети. Поэтому, хотя он женился на её старшей сестре Налея, он понимал, что ему очень важно жениться и на Рахеле тоже. Он будет за это платить? Да, конечно. Это нанесёт ему вред? Да. Но этот вред ему был, что называется, игра стоит свеч. Ради той тех преимуществ, которые он приобретёт, имело смысл нарушить эту заповедь и принести себе тем самым тяжёлый вред. Но это всё можно было делать только во времена наших прадцев, потому что заповеди ещё не были даны, не было обязанностей. Как только заповеди даны на Синае, как только они превращаются уже в обязанность, как только появляется здесь ещё и дополнительный царский указ воли Всевышнего, то здесь уже никаких подобных игр нельзя сказать. Нельзя сказать, что имеет мне смысл позволить нарушить себе какую-то заповедь для того, чтобы приобрести какие-то преимущества, т.е. отдельные случаи, в которых Тора сама так повелит, например, нарушить субботу для того, чтобы спасти жизнь человека. Но это сама Тора так требует. Но если человек думает сам подобного рода вещи, а именно позволит себе жениться, предположим, на женщину, на которой запрещено жениться, потому что это принесёт ему колоссальные, не знаю, колоссальные части, колоссальные духовные преимущества, это уже нет. Сегодня этого делать нельзя. Потому что сегодня Тора нам дана как обязанность. Сегодня это ещё к тому же и царский указ. Сегодня есть воля Всевышнего вне зависимости от того, что мы про это думали. Но это не было во времена наших прадцев. И тогда наши прадцы позволяли себе нарушить определённые запреты, зная, что они заплатят за это тяжёлую цену. Конечно, вместе с тем они позволяли себе это, если это приводило к определённым духовным преимуществам. Как это было в истории с Яковом, который женился на двух сёстров. Как это было в истории с Амрамом, отцом мужей, который женился на своей собственной тётке. Как это было с самим мужей, который построил жертвенник из одного камня Мацева. Основное, что здесь следует не пропустить, это различие в подходах между тем, что мы видели у Маораля и у Равьёси Блох. А именно, у Равьёси Блох получается, что Тора здесь как врач, который раскрывает нам, что в этом мире полезно, в соответствии с тем, как Всевышний создал этот мир, а где есть духовные опасности. Поэтому эти духовные опасности существовали ещё во времена прадцев. По морали, получается, нет. Если Тора ещё не была дана, то это не объективная вещь. Это не значит, что Всевышний таким образом создал мир, что в нём что-то априорно с момента создания уже вредно. Только что через две тысячи с половиной лет пришла Тора и раскрыла еврейскому народу – свинину не ешьте, это ужасно духовный вред. Да нет. Получается, что до того, как это было дано, до того, как эти запреты были даны, и вреда-то никакого не было. Т.е. Тора не отражает мир, а Тора формирует мир. Только с момента, с того момента, как Тора была дана, только с этого момента и начинается вред, который может принести нарушение того или иного запрета. Но не раньше того, что касается повелений. Мы должны сказать, что их польза была всё время и до того, как они были даны, эти повеления, и после этого, в этом различие между повелениями и запретами. Итак, мы видели три очень важных подхода к вопросу о том, соблюдали ли наши прадцы. Заповеди. Подход Рамбана, который разделяет между страной Израиля и за её пределами. Подход Маораля, который разделяет между повелениями и запретами, и подход Рафблоха, который различает между периодом до того, как Тора была дана, и периодом после того, когда до того, как Тора была дана, была возможность позволить себе навжать какие-то вещи для того, чтобы достичь преимуществ. Вот коротко всё, что можно сказать по этому вопросу. Это очень коротко, но этого тоже нам будет вполне достаточно. Так. Так. Так.